Крылья с чердака Возьми попкорн, налей вино, Смотреть бесплатное кино тебе никто не запретит. Погаснет свет, пустой экран, Заставка, титры, имена, Картонный задник, там весна И кем-то сорванный стоп-кран. Твой первый кадр, твой первый крик, И мягкость рук, и первый смех, И не отпущенный твой грех, И непрощенный твой двойник. С ним допотопный самокат И модный глянцевый журнал, Как будто ты неловко взял Судьбу чужую на прокат. За стенкой пьянствует сосед, У стенки старая кровать. Ты пишешь прописью в тетрадь И вырезаешь из газет статьи, Чтоб в случае чего Быть наготове, на чеку, И вовремя сорвать чеку, Не прерывая торжество. Молчащий хор, без голосов, И кажется, что ты солист, Что ты заглавный вокалист Отпущенных тебе часов. Ты виртуозно можешь петь И терпеливо можешь ждать. Ты сын, ты дочь, отец и мать, Тебя подстегивает плеть, И ты бежишь за кругом круг, За годом год, за веком век. И не сомкнув ни рук, ни век, Ты чинишь на ходу свой плуг, В него впрягаешься опять, Жизнь оставляя на потом. Ты так и не достроишь дом И не отдашь роман в печать. Ты спишь и пишешь на ходу, Детей рожаешь, видишь сны, Печешь картофель и блины И думаешь, в каком году был у меня тот верный друг, С кем соли, пуд и реки вброд, Кому доверил свой блокнот, Кому поведал свой испуг. И только здесь, в чернильной тьме, Смотрясь, как в зеркало в экран, Допишешь начатый роман И подготовишься к зиме. Снегов не бойся, не дрожи, Ты смотришь лучшее кино, Тобою сделано оно, Сюжет тебе шепнула жизнь. Какими качествами нужно обладать, Чтобы стать лучшим в мире автором детективов? Какую жизнь надо прожить? Что она должна нашептать? И в конце концов, почему, как правило, Убийца у этого автора Дворецкий? Нет, иногда у нее убивает муж, Иногда жена и даже полицейский. Но Дворецкий – настоящий мастер этого дела. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная за пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Начал я программу со своего стихотворения, И кто-то там шепнул сюжет. Трудно поверить. Но самый первый детектив-героиня моей сегодняшней программы Издательство отвергали пять раз, Не догадываясь, что очень скоро Ее слава, Нашептанные ей сюжеты, Прогремят на весь мир. И даже спустя сорок лет после ее смерти Ее детективы будут расходиться Миллионными тиражами. Ее произведения станут одними из самых публикуемых За всю историю человечества, Уступая лишь Библии и Шекспиру. Вы уже догадались. Ее имя – Агата Кристи. «Самое большое счастье, которое может выпасть в жизни – Это счастливое детство», Скажет она, Агата Мэри Клариса, Леди Маллоуэн, Урожденная Миллер, Станет известна по фамилии первого мужа, Как Агата Кристи. Она появилась на свет 15 сентября 1890 года В английском приморском городке Торки. Ее старший брат и сестра, Так же, как и она сама, Получит домашнее образование, Отец ее – американец. Мать Клара – прекрасный рассказчик. Но есть у нее одна странность. Она запрещает дочери читать до восьми лет. Зато считает, что настоящая леди Обязана играть хотя бы на одном музыкальном инструменте, Брать уроки вокала и уметь танцевать. Чтение в этом списке лишнее и вредное. Но будущая королева-детектива Уже в свои пять лет иного мнения. И читать она научится сама. Тогда же начнет придумывать себе воображаемых друзей И писать стихи. Она будет играть рядом с няней, Но никогда с ней самой. Оставаясь в одиночестве, Она беспрерывно разговаривает с несуществующими собеседниками, Здоровается с деревьями и расспрашивает их о происшествиях минувшей ночи. Если друзей нет, придется их выдумать. Сколько себя помню, Будет писать в своей автобиографии Агата Кристи, В моем воображении существовал целый набор разных придуманных мною друзей. Мама – прекрасная рассказчица, которая ни разу не повторила ни одной из своей историй. Со слугами Агату связывают гораздо более близкие отношения, чем с мамиными друзьями. Однажды мама услышит, как маленькая девочка, гостившая у них, сказала служанке, «Вы ведь всего лишь служанка!» Мама ответит, чтобы я никогда больше не слышала подобных слов. Со слугами надо обращаться особенно вежливо. Они выполняют трудную работу, с которой мы наверняка никогда бы не справились. Надо всегда проявлять особенную учтивость к людям, Чье положение не разрешает отвечать в том же тоне. Если ты не будешь вежлива, они начнут презирать тебя. Помимо вежливости по отношению к нижестоящим в те времена, Также нужно было всегда оставлять на тарелке немножко еды, Никогда не пить с набитым ртом, и главное – Надевать чистое белье перед поездкой по железной дороге на случай катастрофы. Я была начисто лишена чистолюбия, сознавая свою заурядность, скажет Агата. Первое ее стихотворение наивное и беспомощное по протекции бабушки напечатает газета. Увидев стихи опубликованными, я почувствовала прилив гордости, скажет Агата, Но никак не творческого энтузиазма выступить вновь на литературном поприще. В 1901 году, когда ей исполнится 11 лет, после нескольких сердечных приступов умрет ее отец, И девочка станет ближайшим другом и помощником матери. «Ты изменила мою жизнь», – писал отец маме перед смертью. «Ни у одного мужчины не было такой жены. С тех пор, как мы поженились, я с каждым годом люблю тебя все сильнее. Благодарю тебя за преданность, любовь и понимание. Да благословит тебя Господь моя самая дорогая. Скоро мы снова будем вместе». Агата найдет это письмо в кошельке, который мама вышла для отца. Он никогда не расставался с ним и хранил в нем мамины стихи, посвященные ему. После папиной смерти у мамы начнутся сердечные приступы, И Агата впервые поймет, что значит беспокоиться о других. Но будет все преувеличивать. «По ночам я просыпалась с отчаянно бьющимся сердцем, Уверенная, что мама умерла», – напишет она. Я вставала, кралась по коридору, Опускалась на коленки около маминой двери И, прижав ухо к замочной скважине, Не дыша, пыталась уловить звуки ее дыхания. Мои опасения тотчас развеивались, Так как из-под двери доносился оглушительный храп. Мама храпела довольно специфически. Она начинала на изысканном пианиссимо, Которое затем поднималось до оглушительного всхрапа, После которого мама обычно переворачивалась на другой бок И замолкала. По крайней мере, на три четверти часа. После смерти папы, кроме старых друзей, Мама ни с кем не виделась. Мы едва свозили концы с концами И вынуждены были соблюдать строжайшую экономию. В пятнадцать лет ее отправят в Париж, Где она будет учиться в пансионах И выучит французский. Там она ходит в знаменитый театр комедии «Францесс», Видит на сцене саму Сару Бернар. Но сама пока хочет стать оперной певицей. Единственным, что совершенно не приводило меня в замешательство, Было пение, говорит она. Учась в Париже одновременно музыке и пенью, Я тряслась от страха, если мне предстояло сыграть что-нибудь на школьном концерте И вместе с тем совершенно не боялась петь. Это потом она напишет. Если вашим мечтам не суждено осуществиться, Гораздо лучше вовремя признать это и двигаться дальше, Вместо того, чтобы сосредотачиваться на разбитых упованиях и надеждах. Это будет уже то время, Когда Агата превратится из обычной девочки в привлекательную девушку. Самое замечательное в девичестве, говорит она, То, что ты совершенно не знаешь, что с тобой случится. Ждешь мужчину, который, раз появившись, полностью изменит твою жизнь. Может, я выйду за какого-нибудь дипломата. Наверное, мне бы понравилось ездить за границу, смотреть мир. Или... Пожалуй, я не хотела бы выйти замуж за моряка, Ведь пришлось бы все время жить у моря. Или... Кто знает, может быть, я выйду замуж за моста строителя Или первопроходца. Весь мир открыт. Но выбор не за вами. Все предопределено судьбой. Судьба может послать кого угодно, Например, пьяницу, которая сделает вас несчастной на всю жизнь. Но это только увеличивало накал ожидания. В семье ее будут считать несообразительной. Она никогда не успевает за быстрой реакцией мамы и сестры. Да и высказывания ее невразумительны. Она с трудом подыскивает нужные слова. Косноязычие останется при ней навсегда. Может, именно поэтому я решила стать писательницей, скажет она. Я никогда не знала, что такое скука. Унылое мне нечего делать, в отличие от многих женщин, Всю жизнь страдающих от одиночества и не знающих, чем себя занять. Своё свободное время они рассматривают как кошмар, А не источник наслаждения. В родном городе Агаты Кристи в прошлом веке Местный пляж предназначался исключительно для женщин. И однажды именно на этом пляже она чуть не утонула. Спас ее джентльмен из местного яхт-клуба. Джентльмен, который подсматривал за леди. Но как такая история могла пройти мимо пера будущей писательницы? После ее смерти бухта стала туристической частью Так называемой Милли Агаты Кристи. Однажды маму, увидев, как дочь ничего не делает, Скажет ей, почему бы тебе не написать рассказ. «Я не смогу», — ответит Агата. «Ты не знаешь, можешь ты или нет, пока не попробуешь», — Заметит мама и принесет ей тетрадь. Рассказ будет готов к вечеру следующего дня. Ее любимый писатель Конан Дойль. В чем-то она подражает ему, Какие-то персонажи похожи на героя в Конан Дойле. Но через короткое время Кристи создаст свои ни на кого не похожие образы. Так ее знаменитый сыщик Эркюль Пуаробудец Писан с реального человека, Которого она увидит на автобусной станции. Бельгиец с роскошными усами. Его жесты, мимика и редкие реплики Выдают человека с причудами, но не лишенного острого ума. Этот образ случайного прохожего Так вдохновит Агату, Что она сделает его обаятельным героем Целой серии книг. Правда, он быстро ей наскучит, А впоследствии и вовсе станет вызывать раздражение. Она назовет его отвратительным, Напыщенным, Утомительным, Эгоцентричным, Маленьким лицемером И жирным уродом. Но будет жаловаться, Что при всей нелюбви Никак не может расстаться с этим чудаком-детективом. Виной всему популярность Пуаро у читателей. Когда ей будет 20, Молодой человек проводит ее домой с танцев И скажет ее матери, Получайте вашу дочь. Она научилась танцевать. Теперь вам остается научить ее Говорить. Молодой человек прав, Но она так и не научится Поддерживать беседу. Они с мамой на три месяца Отправятся в Египет. Молодые люди будут за ней ухаживать, Приглашать на приемы, Но, как она напишет, Я бросала томные взгляды На загорелых полковников Зрелого возраста, Но большинство из них уже Ухаживали за привлекательными Замужними женщинами, Женами других мужчин. И не находили ничего интересного В юных, неопытных, Пресных девицах. Появится у нее друг Чарльз, Единственным достоинством которого Станет то, что он без конца Будет говорить ей о своей любви И писать любовные письма. Ей неоднократно будут делать Предложения руки и сердца. Агата хорошенькая, Милая, скромная. Но каждому жениху Она будет отказывать. Лишь из-за одного отказа Сама же будет переживать. Курсант военно-морского училища Станет ее другом, С которым она будет проводить Много времени за чтением книг. Даже мама будет за их помолвку. Но и он Самая крепкая привязанность Жизни Агаты получит отказ. Ей Тосклива от перспективы замужества. И когда он, молодой военный, Уедет на службу, Агата признается маме, Что счастлива, Потому что он уехал. Каждый раз она будет Испытывать облегчение, Когда те или иные обстоятельства Будут разводить ее С очередным женихом. Один из них скажет, На вашем пути Уже много жертв. Не так ли? А юноша, За которого она уже готова Выскочить замуж, Агата скажет, Думаю, И он был немного влюблен в меня. Его выдавал бараний взгляд. Он уехал в Индию. И я страдала по нему Месяцев шесть. Во время Первой мировой войны В двадцать четыре года Она будет работать Уборщицей в военном госпитале И медсестрой. Появится у нее И необычное увлечение. Фармацевтика. Дайте мне вместо игрушки Симпатичный, Смертельно опасный пузырек, И я буду счастлива, Говорит она. Отличное знание Разного рода Ядовитых веществ Пригодится ей В писательской карьере. Подтверждением тому Станет изобилие способов Избавиться от неугодного человека В ее романах. В общей сложности Ее персонажи будут отравлены Восемьдесят три раза. И каждый новый случай Будет не похож На предыдущий. Появится целый сад Ядовитых растений Агаты Кристи, Который часто убивает Своих героев, Подсыпая им Какой-нибудь Экзотический яд. Она будет вспоминать Об одном из своих Учителей, Докторе Р. Однажды он вытащил Из кармана комочек Темного цвета И показал мне его Со словами Это кураре. Интересная штука. Если он попадает в рот, Не приносит никакого вреда, Но стоит ему проникнуть В кровь, Вызывает мгновенный Паралич и смерть. А вы знаете, Почему я ношу его в кармане? Дело в том, Что это дает мне Ощущение силы. Это говорил Маленький смешной Круглый человечек С крошечным красным лицом, Лучась чувством Детского восторга. Этот доктор Застрянет в ее памяти До того момента, Когда в ее голове Созреет замысел книги «Конь бледный». А будет это Через 50 лет. В 1912 году В возрасте 22 лет Агата знакомится С Арчибальдом Кристи, Лейтенантом Впоследствии Полковником Королевских Военно-воздушных сил. Арчи На год старше Без какого-либо состояния Лишь жалование И маленькая сумма, Которую посылает ему мать. У Агаты Всего лишь Унаследованные От дедушки Ежегодные Сто ливров. Два года спустя Они поженятся. Арчи вернется На военную службу Во Францию, Она всегда будет Его ждать. На протяжении войны Они почти не будут видеться. А в 29 лет Агата Забеременеет От мужа Естественно И родит Свою единственную Дочь Розалинду. Вскоре выйдет Ее первый Детективный роман Таинственное Происшествие В Стайлз. Его будут хвалить За то, что автор Правильно описывает Действия Ядов. Мисс Агата Кристи Говорится в рецензии Знает свое дело. Ее сыщик Бельгиец Эркюль Пуаро Будет фигурировать В 33 романах Одной пьесе И 54 рассказах. А знаменитая Мисс Марпл Родится в 1927 году В рассказе Вечерний клуб Вторник. Прообразом Встанет бабушка Агаты Кристи Которая, как она говорила Была беззлобным человеком Но всегда ожидала Самого худшего От всех и вся Испугающей регулярностью Ее ожидания Оправдывались. Тем не менее Это была Старая Умная Традиционная Английская леди. Но как Агата Кристи Эта застенчивая женщина Умудрялась Жить в двух Ипостасях. В одной Заботливая Добрая Чуткая Медсестра Во время Первой мировой войны И в то же время В своем Внутреннем Пространстве Писателя Искусная Отравительница Преступник При этом Обе эти Ипостаси Никак не смешивались И то и другое Она делала Талантливо Критики Даже говорили О том Что не удивились бы Если бы Она стала Главой Преступного мира А не Писательского Сообщества Откуда же Она берет Свои идеи Как рождаются Образы в ее голове И какие сюжеты Подбрасывает Ей жизнь Какую трагедию Предстоит ей Пережить И что Сделает Она Мастер Детектива Об этом И о многом Другом Во второй части Программы После Битлз И рекламы Волноволне 620 Эм Дэвидзон Радио Нью-Йорк С вами Валерия Коренная Не переключайтесь В эфире Программа Крылья из чердака С вами Валерия Коренная Мы с вами Говорим сегодня О королеве Детектива Агате Кристи Ее романы Переведены На 103 языка И изданы Тиражом Более 2 Миллиардов Экземпляров Это 66 Детективных Романов И 14 Сборников Рассказов Не считая 6 любовных Романов Подписанных Псевдонимом Мэри Уэст Макот Пьесу Ее ставят И по сей день Самый же Популярный Роман 10 негритят Разойдется Тиражом Более 100 миллионов Экземпляров Агата Кристи Скажет Книгу Хорошо Приняли И писали О ней Хорошо Но Истинное Удовольствие От нее Получила Именно я Потому что Лучше Всякого Критика Знала Как трудно Ее было Писать Свои сюжеты Она находит Везде В том числе Замытьем Посуды Это такое Дурацкое Занятие Что по неволе Приходит мысль Об убийстве Говорит Кристи Или она К примеру Занимается Вроде Занятием Не для ума Вязанием Но в голове У нее Идет работа По обдумыванию Новой сюжетной Линии И к моменту Когда она Садится Писать роман Сюжет готов От начала До конца Ни разу Агата Не сделает Темой своих Романов Преступления Сексуального Сексуального Характера И вообще В ее Произведениях Практически Нет сцен Насилия Луж Крови И грубости И при этом Ее детективы Безупречны И вот Когда казалось бы Жизнь ее Безупречна Она съездила С мужем В кругосветные Путешествия Ее гонорары Растут Ее писательская Слава Гремит Все сильнее И тут Судьба Сама Подбрасывает Новый сценарий В 1926 году Умирает Мать Агаты Клара И в том же году Муж Настоящий Полковник Которому она Доверяет Во всем Объявляет Ей Что полюбил Другую Свою коллегу По гольфу И просит Дать ему Развод Как можно Быстрее Так как Собирается Жениться На своей Новой пассии Сначала Агата Не может Поверить В услышанное Они жили Счастливо Понимали Друг друга Арчи Вообще Не обращал Особого Внимания На женщин А теперь Он говорит Что все Не могут Быть счастливы Кому-то Приходится Быть несчастным Окажется Что он Тратит На любовницу Большие Деньги Если Раньше Агате Нравилась Жесткость Его характера Теперь Она видит Оборотную Сторону Этой медали Выяснение Отношений Будет громким И после Ссоры Агата Исчезнет Из своего Дома Оставив Дочь И дом На попечение Служанок И весь мир Облетит Весть О том Что на дороге Найден Пустой Автомобиль Агаты Кристи С женской Шубой У Скотлинд Ярда Возникнет Естественно Подозрение Что возможно Тут не обошлось Без мести Мужа О котором Уже известно Как об изменнике Добавится Известие О том Что в ночь Исчезновения Агаты Он проводил Время В загородном Доме Со своей Любовницей И вот уже Вся Британия Презирает Негодяя Мужа И ждет Любой улики Чтобы посадить Его за решетку Газеты Общества Негодуют И требуют Немедленно Арестовать Любвеобильного Арчибальда Любовница Отстыдая От греха Подальше Сбегает От него Свадьба Отменяется Сама собой К следствию Говорят Даже Привлекают Самого Конан Дойля Он пытается По методу Шерлока Холмса Найти Исчезнувшую Агату Кристи Эта история Уже Сама по себе Становится Никем Не написанным Романом А спустя 11 дней Кто-то Позвонит В полицию Скажет Что Разыскиваемая Женщина В данный Момент Находится В фешенебельном Отеле Там Она неплохо Развлекается На танцполе И посещает СПА Процедуры Полиция Нагрянет В отеле Действительно Обнаружит Прекрасно Выглядящую И отдохнувшую Писательницу В добром Здравии И хорошем Расположении Духа Только Она могла Поселиться В отеле Под именем Любовницы Мужа Тереза Нил Агата Скажет Что у нее Было Временное Помутнение Рассудка От горя И она Не помнит Как тут Оказалось И вообще Ничего Не помнит Как бы то ни было Как говорится Damage Is done Урон Нанесен Она Отомстила Мужу По полной Программе И разгромила Все его надежды На новый брак Кто знает Может ей Необходимо Было Побыть В роли Безумной Чтобы набраться Сил Для новых Произведений У писателей Такое Случается Да еще и не такое Так быстро И много Как после этой болезни Она не писала никогда Но об этом эпизоде Своей жизни Больше она Никогда Не вспомнит Ничто Так не тяготит Как Преданность Скажет То ли в шутку То ли всерьез Агата И ее поразит Сколько мужчин Станут ухаживать За ней После развода Все события В жизни писателя Идут в его Профессиональную копилку Вот и она В романе Незаконченный портрет В 1934 году Под псевдонимом Мэри Уэст Макот Опишет события Похожие на ее Собственное исчезновение Сама же Кристи Снова выйдет Замуж На сей раз За человека На 15 лет Младше нее Археолога Когда у женщины Появляется мужчина Намного ее моложе Ей ничего не остается делать Как подшучивать Над собой А еще лучше Придумывать Афоризмы Иогата Кристи Скажет Прекрасно иметь Мужа-археолога С каждым годом Ты для него Становишься Все ценнее Да и вообще Женщина должна быть Как можно старше Мужчины Тогда ее ценность Тоже Значительно Возрастает Со своим вторым мужем Максом Малываном Она познакомилась В 1930 году Путешествие по Ираку С тех пор Она периодически Будет проводить Несколько месяцев В году В Сирии В Ираке В экспедициях Вместе с мужем И этот период Ее жизни Найдет отражение В автобиографическом романе Расскажи Как ты живешь Однажды В Багдаде Они окажутся В гостях У доктора Гордона Он слывет Неплохим пианистом И играет В тот день Бетховена Глядя на него Я подумала Какой это Замечательный человек Всегда любезен И тактичен Скажет Агата Но вот кто-то Невзначай Упомянул О евреях Доктор Гордон Изменился в лице Причем изменился Поразительно Я никогда не видела Такого жесткого выражения Вы не понимаете Сказал он Возможно у вас Евреи не такие Как у нас Они опасны Их следует Истребить Ничто другое Не поможет Я уставилась На него Не веря своим ушам Тогда я впервые Столкнулась С ужасом Который позднее Пришел из Германии Там В гостиной Доктора Гордона Играющего На пианино Я увидела Первого В своей жизни Нациста Позднее Я узнала Что жена его Была еще более Оголтелой Нацисткой Они выполняли В Багдаде Определенную миссию Шпионили За собственным Германским Послом Во втором браке Агата Кристи Проживет Всю оставшуюся жизнь До своей смерти В 1976 На все годы Издав Уже более Десятка Книг В официальных Документах В графе Роддеятельности Будет указывать Домохозяйка Я никогда Не относилась К своему писательству Как к чему-то Что торжественно Величают Делом жизни Было бы смешно Скажет она У нее нет Ни отдельного кабинета Ни письменного стола Работает она Урывками В перерывах Между домашними делами Устраиваясь То за кухонным столом То в спальне Мало кто догадывается Что Агата Страдает Дисграфией Нарушением Психических функций Из-за которого Она не может Расставлять буквы В словах В правильном порядке Но это не мешает Ей придумывать Захватывающие сюжеты И печатать их На машинке Если машинки Под рукой нет Она надиктовывает Текст кому-то Из своего окружения Неуверенность В собственных силах Будет сопровождать Ее всю жизнь Оперной певицей Она не стала Из-за своей Застенчивости И занялась другим Не требующим Присутствия Публики делом Написанием романов Потому что Как писательница Не обязана Комментировать То, что пишет И всю жизнь Она будет Придерживаться Этого правила Свои идеи Она вносит В специальную Записную книжку Полную Различных Пометок о ядах Газетных заметок О преступлениях Тоже происходит И с персонажами У них есть Свои прототипы К примеру Педлер В романе Человек В коричневом костюме Это начальник Ее первого мужа Майор Она описывает Случаи судебных ошибок Связанных Со смертной казнью И различные Отрицательные Стороны Английского правосудия Того времени Лучшим Своим произведением Агата Кристи Считает роман Десять негритят Скалистый островок На котором происходит Действие романа Списан с натуры Это остров Бург В Южной Британии Именно у этой книги Самые большие продажи В магазинах К счастью Автор романа Не дожила До времен Тотальной политкорректности Потому что сейчас Книга Продается под названием And then There were none Что в переводе Означает И никого не стало Лишь в пятидесятых Шестидесятых Годах Она поймет Что стала известной Но интервью Она давать не любит И не выносит Когда ее узнают На улице Говорю я Гораздо хуже Чем пишу Говорит она А незадолго До смерти Скажет Через десять лет Про меня никто И не вспомнит Не предполагая Насколько ошибочным Будет это ее Мнение В городе Торки Где она родилась Помнит все Где королева детектива Гуляла Отдыхала Работала И даже плавала Ее пьеса Мышеловка Которую она написала В шестьдесят втором году Побьет мировой рекорд По количеству Театральных постановок Дочь Агаты Розалинда Выдерфт замуж И в сорок третьем году Родит сына Мэтью Агата станет Заботливой бабушкой И будет помогать дочери Ухаживать за ребенком Она получит Множество наград Включая орден Британской империи Возглавит Английский детективный клуб В начале семидесятых Ее здоровье Станет ухудшаться Но она будет Продолжать писать И найдутся Специалисты Которые Исследовав Манеру ее письма В эти годы Выдвинут предположение Что она страдала Болезнью Альцгеймера Внук решительно Опровергнет Эти заключения Теперь Когда я дожила До семидесяти пяти Думаю Наступило время Остановиться Если речь идет О жизни Все уже сказано Напишет она Но жизнь Отпустит ей Еще десять лет Такой жизнью Достойной И насыщенной Какой прожила я Можно гордиться Пишет она И тут же Со свойственной Ей самоиронией Добавляет Хорошо, конечно Писать такие возвышенные слова А что если я проживу лет До девяносто трех Сведу с ума Всех близких Тем, что не буду Слышать ни слова Стану горько Сетовать на несовершенство Слуховых аппаратов Задавать бесчисленное Множество вопросов Тут же забывать Что мне ответили И спрашивать Снова то же самое Буду яростно Ссориться с сиделкой И обвинять ее В том, что она хочет Меня отравить Или сбегать Из лучшего заведения Для благородных Старых дам Обрекая свою бедную Семью На бесконечной тревоге А когда наконец Схвачу бронхит Все вокруг Станут шептать Бедняжка Но нельзя не признать Что это для всех Будет избавлением Это действительно Будет избавлением Для них И это лучшее Что может случиться А пока Удобно расположившись Я все еще Жду вызова В приемной у смерти Наслаждаюсь Жизнью Ее не станет 12 января 1976 года В возрасте 85 лет Умрет она У себя дома В результате Скоротечной Простуды Почти Как предсказала Ее дочь Также проживет 85 лет Внуку Наследует права На некоторые Литературные Произведения В которых В частности Есть И вот такие Цитаты Никогда Не делайте Сами То Что за вас Могут Сделать Другие Лучший Детектив Случай В 99 Случаях Женщины Ведут себя Как дуры Но на сотый Оказывается Хитрее Мужчин Женщины Редко Ошибаются В своих Суждениях Друг О друге Утомительно Когда человек Все время Оказывается Прав Высокая Репутация Первейшая Необходимость Для Жулика Каждый Убийца Вероятно Чей-то Хороший Знакомый Тот Факт Что Будильник Не прозвенел Изменил Уже Много Человеческих Судеб Всякая Взаимная Привязанность С мужчиной И женщиной Начинается С потрясающей Иллюзии Что вы думаете Одинаково Обо всем На свете Зло Сделанное Человеком Зачастую Переживает Его самого Если Стараться Оживить Прошлое То в конце Концов Оно Предстанет В искаженном Виде Есть Поговорка Что о мертвых Надо говорить Либо хорошо Либо ничего По-моему Это глупость Правда Всегда Остается Правдой Если уж На то пошло Сдерживаться Надо Разговаривая О живых Их можно Обидеть В отличие От мертвых И вот Такое Еще У старых Грехов Длинные Тени Незадолго Незадолго Перед смертью Агата Кристи Призналась Я поняла Вдруг Что Всю Свою Долгую Жизнь Писала Один И тот Же Роман И это Говорила Женщина Которая В своих 66 Романах Ни разу Не повторилась Ее Автобиография Заканчивается Такими Словами Ребенок Вставая Из-за стола Говорит Спасибо тебе Господи За хороший Обет Спасибо тебе Господи За мою Хорошую Жизнь И за всю Ту любовь Которая Была мне Дарована А я говорю Спасибо За внимание Вам Уважаемые Радиослушатели И за помощь В подготовке Программы Звукорежиссеру Акмалю Тахирову Оставляю вас Наедине С прекрасной Ковач И ее Пятьюдесятью Оттенками Черного Прощаюсь С вами До следующего Вторника Услышимся В полдень На волне 620 АМ Дэвидзон Радио Нью-Йорк С вами была Валерия Коренная Все, что вы слышите В этой программе Не новость Но тоже правда Вы слушали программу Крылья с чердака Автор и ведущая Валерия Коренная Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok